Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, мы с вами на портале экзегет.ру и сейчас мы с вами будем читать первую главу книги Пророка Варуха. Я хочу напомнить, что книга Пророка Варуха – это книга не каноническая, однако она есть в православных изданиях Библии, и многими святыми отцами эта книга почиталась как каноническая, пророческая и связывалась с книгой Пророка Иеремии. Давайте начнем. Будем читать какие-то отрывки, будем объяснять, будем разбираться, ну и, соответственно, когда мы ее пройдем, мы будем знать больше, чем знаем сейчас. В первых двух стихах говорится о том, что эта книга Варуха. Напоминаю, Варух был секретарем и писцом Пророка Иеремии. Перечисляется его родословное, что свидетельствует о знатности Варуха. И говорится о том, что эта книга начала составляться в пятый год, в седьмой месяц, когда халдеи сожгли Иерусалим. Значит, халдеи в данном случае – это вавилоняне, и здесь говорится о нашествии вавилонян на Иерусалим. Далее говорится о том, что Варух прочитал эту книгу вслух Иерухонии. Это, назовем так, бывший царь Иудеи, который был уведен в плен. И в плену он слушал вот эту книгу, в том числе слушал весь народ, который находился в вавилоне при реке Суд. Там нужно понять следующее. Когда мы говорим о вавилонском плене, то нужно понять, что вавилонский плен происходил не одномоментно. Навуходоносор нападал на Иерусалим и Иудеи несколько раз. И, соответственно, несколько раз уводил народ в плен. Конечно, самое известное – это 586 год до Рождества Христова, во время которого Иерусалим и храм были полностью разрушены, и практически все иудеи из Палестины были уведены в Вавилонию. Но до этого было еще несколько нападений, во время которых евреев уводили в плен. И вот Варух читает свою книгу перед теми, кто был уведен раньше. И в это время, когда часть народа находится в плену, Иерусалим и храм еще существуют. Читается эта книга. Евреи плачут, скорбят, постятся, молятся, собирают серебро. И это серебро отправляют в Иерусалим для того, чтобы были за это серебро куплены жертвы и будут принесены покаянные жертвы. Значит, за что они еще молятся? «И молиться о жизни Внуходоносора, царя Вавилонского, и о жизни Валтасара, сынова, чтобы дни их были, как дни неба на земле». Здесь молитва за власть. Что здесь нужно понять? Новходоносор не успокоится после того, как он один раз в евреев идет в плен. Он еще раз нападет на Иерусалим. Правда, будем честны, жители Иерусалима сами виноваты, потому что начали бунтовать против царя. Если бы они этого не делали, никого второго нашествия бы не было. Значит, о чем молятся люди? Конечно, они не молятся о том, чтобы Новходоносор успешно пошел и разрушил Иерусалим и храм. Они молятся о том, чтобы Новходоносор не устраивал гонений на иудеев. Вот в этом и есть молитва за власть, чтобы власть не уничтожала верующих, не угнетала верующих. Также евреи молятся о том, чтобы они жили под покровом Новходоносора, под покровом Валтасара, его сына, и чтобы евреи служили ему много дней и нашли у него милость. Когда евреев увели в Вавилонский плен, конечно, само вот это уведение в плен было достаточно страшным, достаточно кровавым, но когда евреи оказались в Вавилоне, все было не так уж и плохо. Евреи получили возможность спокойно жить, никто их там не отправил на рудники, и они спокойно жили, у них были свои дома, они даже имели какие-то элементы самоуправления, но и жили достаточно неплохо. И вот поэтому они молятся о том, чтобы у них было все хорошо. Дальше они исповедуются то, что они согрешили против Господа, и за это получают наказание. Далее начинаются, приводятся слова молитвы, которые евреи произносят, находясь в плену. Эту молитву они просят повторить в Иерусалимском храме. Давайте поподробнее прочитаем ее. Она продолжается еще во второй главе, но продолжение мы прочитаем уже в следующий раз. «У Господа Бога нашего правда, а у нас стыд на лицах, как и сегодня у всякого иудея, и у живущих в Иерусалиме, и у царей наших, и у князей наших, и у священников наших, и у пророков наших, и отцов наших. От того, что мы согрешили пред Господом, и не покорялись Ему, и не слушали голоса Господа Бога нашего, чтобы ходить по велению Господа, которое Он дал пред лицем нашим». Значит, евреи исповедуются в своих грехах, они ощущают, что они грешники. В чем их грех? Они не покорились Ему и не слушаясь Его голоса. Тут тоже такая, знаете, очень интересная мысль звучит. Ведь голос Божий, но он же ведь не звучал во времена воруха Иеремии. Повеление Господь не передавал, так, как передавал на Синои. То есть, почему они там не слушались Его голоса? Потому что в то время, когда была написана эта книга, сложилось следующее представление. Бог говорит с евреями, но говорит уже через Писание. То есть, когда человек изучает Писание, то он слышит голоса Божьего. Более того, если вспомнить празднование Пасхи в те времена, значит, если с верой совершить пасхальное торжество, то это будет означать то же самое, что выйти из Египта. Поэтому, когда человек читает Писание, то он слышит голос Божий, который ему говорит, что делать или чего не делать. Вот это понятие «ходить в повелениях Господних» оно звучит в книге Второзакония, где Бог предлагает евреям два пути, путь жизни и путь смерти, ходить по нему и, соответственно, иметь жизнь. Далее. «С того дня, в который Господь вывел отцов наших из земли египетской, до сего дня мы были непокорны пред Господом Богом нашим и не брегли о том, что не слушали глаз Его». Евреи говорят, что нынешние евреи повторяют те же самые грехи, которые совершали их родители. То есть, с самого начала. Никогда еврейский народ не был покорен Богу. Да, действительно, если мы будем читать историю, начиная с книги Судей и заканчивая книгой Паралипоменум, в которой рассказывается о том, как жили евреи после смерти Иисуса Новина, до того, как их увели в плен, основная проблема – это идолопоклонство. То есть, непокорность Богу, отступление от Бога. Причина – это причина. Какого следствия? «Посему и постигна с бедствием клятва, как сегодня, которое определил Господь перед рабом своим Моисеем, в тот день, когда выявил отцов наших земли египетской, чтобы дать нам землю текущим молоком и медом». Бог через Моисея евреям говорит следующее. «Если вы будете мне верными, то есть не будете поклоняться другим богам и будете исполнять мои повеления, то я вас благословлю». Благословлю чем? Прежде всего землей. Благословлю, конечно, урожаями, приплодом, детьми, богатцем, но прежде всего я благословлю вас землей, на которой вы будете спокойно жить. «И не слушали мы гласы Господа Бога нашего во всех словах пророка, которые он посылал к нам, и ходили каждый помысленно с злого сердца, служа иным богам, совершая злые дела пред очами Господа Бога нашего». Самый страшный грех с точки зрения Священного Писания – это отступление от Бога. Бог говорит о себе, что он ревнивый бог, то есть он не терпит поклонения другим богам. И здесь евреи говорят о том, что они были грешниками, и они служили иным богам. Все это исповедание подводит к тому, что станет ясно, почему евреи будут уведены в плен. Священное Писание, Ветхого Завета, конкретно Пятикнижия, достаточно четко проговаривает, что если евреи будут благочестивы, они будут жить спокойно на своей земле. Если же они отступят от Бога, то Бог их накажет. Чем? Прежде всего тем, что сгонит их с их земли, той земли, которую он дал им. Ну и вот здесь в молитве иудеи, которые находятся в плену, они проговаривают это и подводят к тому, что Бог наказал их и наказал правильно. Мы с вами прочитали первую главу книги Проковоруха. У нас впереди следующие главы, но сегодня закончим. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами были на портале exget.ru. Спасибо за внимание. Всего доброго.